Новое направление в сердечно-сосудистой хирургии, так называемый гибридный метод, обсуждают ведущие мировые специалисты в Москве. Эта современная технология уже успешно освоена в крупных российских клиниках. Ее плюс очевидный – малая травматичность, возможность помочь пациентам, кому ранее в операции на сердце могли отказать. Юлия Онищенко о том, как это работает. Учитывая, что мы выполнили операцию уже 4 дня назад, в принципе, можно отпускать вас будет домой. Сердце Нелли Труновой всегда работало как часы. Несмотря на свои 79, она занималась спортом и даже ходила на танцы. О том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, узнала лишь на профилактическом осмотре. Клапан сердца почти не пропускал кровь. Казалось, за кальцинированием у меня было клапана. Вам сказали, надо делать операцию? Срочно надо. Но мне невозможно было не делать. В любом случае, или умирай, или давай сделай. Менять клапан в таком возрасте – колоссальный риск. Обычно это долгая операция с остановкой сердца и подключением аппарата искусственного кровообращения. Еще недавно таким больным могли отказать в лечении. Но сегодня уже никто не удивится, когда на операционном столе окажется пациент, которому 80 или даже 90 лет. На помощь приходит щадящая технология без кровопотери и больших разрезов. Если невозможно выполнить большую кардиооперацию, хирурги выбирают гибридный или малотравматичный метод, когда через небольшой разрез при помощи вот такой системы, похожей на проволоку, доставляют сердечный клапан или сосудистый протез. Устройство находится в собранном виде и открывается уже в организме пациента. Таким способом устраняют и другое опасное заболевание – аневризму аорты. Стенка сосуда выпячивается и становится похожа на мешок, который в любой момент может лопнуть. За считанные секунды человек рискует потерять всю кровь. Сосудистый протез укрепит аорту и предотвратит катастрофу. Его размер для каждого пациента подбирают индивидуально. Мы заказываем специально, там все это рассчитывается, каждое отверстие пошагово до миллиметра. И после этого мы все это имплантируем. Практически не осталось групп больных, которым нельзя выполнить эту коррекцию. На этой неделе в Москву съехались ведущие кардиохирурги мира. Обсуждали новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Особой темой стала гибридная хирургия. Для многих специалистов не только в России, но и в мире это новое направление, которое преследует цель выполнения полноценной операции, но за счет маленьких доступов, малотравматичных доступов. Благодаря этому больной раньше встает на ноги, раньше уходит. Кроме того, гибридная технология позволяет спасать больных, которым классические операции противопоказаны. Это пациенты с сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями. Но главная новая технология поможет пожилым людям. По словам медиков, именно такие больные чаще всего стали обращаться за помощью. Это статистика, которая обсуждается на самом высоком уровне. У нас идет увеличение продолжительности жизни. Это позитивный факт, с одной стороны. Но с другой стороны у нас появляется все больше и больше очень пожилых пациентов, которые требуют особых мешательств. Специальное операционное оснащение поражает. Привычной раны нет. Хирург полагается на свои ощущения и аппаратуру, которая исключает малейшую ошибку. Например, виртуальная карта сердца помогает имплантировать сердечный клапан с филигранной точностью. Вся операция занимает в среднем один час вместо четырех. Больной быстро идет на поправку и уже через несколько дней уходит домой. В настоящее время почти все ведущие центры нашей страны освоили подобную методику. И что немаловажно, любой россиянин может получить такую помощь бесплатно.